ребят всем привет не буду дожидаться пока присоединяться хочу сразу же тогда начать по и рассказать что такое про на фит очень много вопросов очень много вопросов по где будет проходить сколько будет по дням проходить сколько оплата что там будет на марафоне давайте общие технические вопросы вы уже вам напишут там сколько будут не какая будет оплата что будет в этом марафоне то есть очень многие задают вопросы как быть если ты выходишь на сухие дни если у тебя начинается слабость какие физические упражнения делать как себя как себя мотивировать что происходит с твоим телом как можно заниматься как нельзя заниматься потому что если одному например подходит что он какое-то время находится на сухих днях и когда у него наступает слабость то ему достаточно например походить либо побегать и он наполняется энергией но есть такие которые которым нужно отлежаться и тело вам это показывает подсказывает она не просто так об этом вы не просто так чувствуете что вам нужно какое-то время какое-то время быть наедине с собой именно заняться собой в таком смысле в лайтовом я бы наверное так сказала да и про носит он конечно он как раз будет про то что как лучше выходить на сухие дни там мы тоже это затронем если если у вас первый день если у вас 5 если у вас 20 какие лучше выбрать физические нагрузки почему именно такие физические нагрузки что будет что эти физические нагрузки будет давать ваши физики как вы себя будете чувствовать Что будет происходить в вашем теле при этих физических нагрузках, либо без них? То есть все эти моменты мы с вами, конечно же, обговорим. Там будут такие моменты, что если один человек понимает, что ему это хорошо, а другой человек чувствует, что его просто растворяет, растворяет эта активность. Как это понять, как это прочувствовать, где эта тонкая грань, когда нужно идти дальше, а где нужно остановиться. И именно вот эти тонкости мы с вами будем проговаривать, они очень важны. Они важны, чтобы не переусердствовать, чтобы не пойти на разрушение своей мышечной массы, где-то на разрушение своей физики, своей психики, что немаловажно, ребят. Потому что когда мы идем не слушая себя, когда мы идем вопреки чему-то, то мы очень часто разрушаем свою психику, не осознавая это. И из-за того, что мы идем, ломая себя, перегибая себя как проволоку в ту или иную сторону, то у нас и весь процесс оставшийся, весь процесс не только, что касаемо физического тела, но и весь процесс, который происходит вокруг нас, нашего жизненного момента, он начинает искривляться, он идет в другую степь. И вы тогда начинаете свои силы тратить на то, чтобы выправить вот эту ситуацию, чаще всего бывает забивая на тело, либо наоборот, ходя постоянно в спортзал, перекрывая вот этот мысленный процесс, мыслительный процесс, и вы чувствуете себя все время несчастным. То есть вроде бы все хорошо, вот начинаете что-то думать, ну вроде бы у меня и вот это хорошо, вроде бы и вот это хорошо, и здесь неплохо, и там неплохо, но что-то не то, что-то не идет, а что я не могу понять, это именно тот момент, когда вы не чувствуете, где ваша физика и где ваша психика, когда вы не можете собрать себя, я есть через ваше физическое тело. И как раз на пранафите мы будем себя собирать через физику. Мы будем с вами постоянно говорить, вот сегодня вы делаете вот это, вот сегодня такой-то, например, кто-то, кто захочет, может прямо вот в команде выходить на сухие дни. Как выйти лучше, я скажу. Кто будет закругляться, тот будет, например, там выходить на еду, на смузи. Но каждый из вас, у каждого из вас будет шанс прочувствовать, как себя можно чувствовать без еды и без жидкости, насколько вы можете быть этим энергоресурсом. И когда вы это прочувствуете, когда вы поймете, что не еда вами управляет, не жидкость дает вам эту энергию, а когда вы понимаете, откуда вы можете ее брать, как вы можете ее распределять по своему физическому телу, как вы ей можете наслаждаться, вот это кайф. Вот это вот уже начинается новая жизнь, когда вы перестаете и в этом смысле, и с этой грани зависеть от каких-то... от еды, проще говоря. Поэтому, ребят, если интересно, если кто-то не может выйти на сухие дни, если у кого-то постоянная слабость, если у кого-то сильная потеря веса, если у кого-то там еще какие-то моменты, которые вы не можете проработать, что касаемо, когда вы не можете совместить в идеале свою психику и физику, то тогда вам, наверное, было бы клево прослушать, поприсутствовать, поучаствовать в этом марафоне. Присоединяйтесь, я вас жду. Если будут вопросы, ребята, обязательно пишите вопросы. Если скопится еще какой-то пол вопросов, то я через какое-то время на них поотвечаю, дам еще, что там будет. Может быть, какой-то дам первичный эфир чуть попозже, как первый день, вот, наверное, этого пранафита, что там будет, как там будет. Но, в принципе, все, что... с чего можно уже сделать какие-то выводы, я вам сказала. Если будут вопросы, задавайте, задавайте любые вопросы, я вам обязательно отвечу. можете в личку задавать, можете под эфиром задавать. Как вам будет удобно. Всех обняла. И всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok